А что у нас происходит в зале? Где народ? Седьмой здесь? Шестой здесь? А где у нас пятый? Пятый здесь? Четвертый здесь? Третий здесь? Второй здесь? Первый здесь? Ну и как начинать мероприятие, если ползала нету? Так, мы договорились с воспитателями-вожатыми, что во время выступления детей рации у всех должны быть приглушены, потому что очень громкий звук идет на сцену и детям немного неудобно. Единственное, что дежурный воспитатель или вожатый у нас находится за дверью, по крайней мере, около двери и слушает информацию, передает по отрядам. Помогатор, навигатор. Ну, давайте тогда начнем все с самого начала. Еще раз, пожалуйста, наш Александр Сергеевич. Да почему? Да. Итак, начинаем все с самого начала. Я снова говорю привет, орбита. Привет! Привет! Сегодня мы с вами собрались на второй конкурсный день для того, чтобы понять, какие же номера будут выбраны для показа на юбилейном вечере, который состоится 10 июля этого года. Да! Итак, сегодня произошли изменения в составе жюри, поэтому я вас сейчас с ними познакомлю, а вы уже потом определитесь. Но помните обещание, которое вы мне дали сегодня на линейке, что сегодня обязательно будут отряды, у которых будет каждая оценка... Сколько? 12 баллов. 12 баллов. И если у нас членов жюри 1, 2, 3, 4, 5, значит, общее количество может получиться... 60! Итак, кто сегодня получит 60 баллов? Тот, молодец! Так, пятый отряд, побыстрее. Ну, вот я вас знакомлю с составом жюри. Итак, представитель первой жюри – это любимец всех малышей, инструктор по спорту Гамолин Олег Александрович. Ну, если есть спорт, то рядом должна быть медицина. И сегодня, со своей медицинской и эстетической стороны, ваши номера будет оценивать врач лагеря «Орбита» Светлана Павловна! Конечно же, обязательным человеком жюри у нас находится очень строгая Жданова Евгения Вадимовна. И противовес ей – самый добрый человек в жюри – Павел Иванович! Ну, а теперь самый объективный. Самый объективный – это наш креативный консультант Ковалев Александр Сергеевич! Пятый отряд – вам минус два бонуса. Слышали? Пятый отряд – за опоздание. Так, кто у нас стоит около дверей? Вы зачем стоите? Ребята, садитесь. Ну, как понять, никуда мы в прошлый раз распределили все места. На каждый отряд по два ряда, плюс дополнительно от предыдущего отряда. Почему? А потому что вы пришли не вовремя. Итак, как всегда, вся тяжесть начала выступления ложится на наших горошинок. Поэтому убедительная просьба аплодировать им очень громко, потому что ребята сегодня танцуют. А как они запоминают движение, это вам просто даже и не снилось. На одной репетиции они танцуют, одно, на другое – другое. А на выступлении будет совершенно новый танец. Итак, десятый отряд танцуют. Да, с названием у них даже не надо было заморачиваться, потому что просто танцуют. Девчонки и мальчишки, встречаем бурными аплодисментами! Девчонки и мальчишки, встречаем бурными аплодисментами! Девчонки, мальчишки, важные шаутишки, Они читают книжки и весь на живу. Девчонки, мальчишки, опять на сад кобличке, Смешные даже слишком и песни поют. Поддерживайте громче! Девчонки, мальчишки, опять на сад кобличке, Смешные даже слишком и песни поют. А если дома не устать, вам пора выгнать, Начинуться и все, так скажу вам я. Девчонки, мальчишки, сплошные шаутишки, Они читают книжки и весь на живу. Девчонки, мальчишки, опять на сад кобличке, Как же отряды, где же ваша поддержка? Девчонки, мальчишки, опять на сад кобличке, Девчонки, мальчишки, я с ним вы не в шаг, Не в шаг, где мой день, где мой шаг, И на сад кобличке, без ма! Мы, артисты, все на роли, скоро едем на достоин, Только выучим слава, нас узнает на сад кобличке, Девчонки, мальчишки, сплошные шаутишки, Они читают книжки и весь на живу. Девчонки, мальчишки, опять на сад кобличке, Смешные даже слишком и песни поют. Девчонки, мальчишки, сплошные шаутишки, Они читают книжки и весь на живу. Девчонки, мальчишки, опять на сад кобличке, Смешные даже слишком и песни поют. Вы выходите горошины все над сценой. Вы выходите горошины над сценой. Молодцы! 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 Вы думаете, что они настоящие молодцы? Они запомнили сцену в три движения. И аплодисменты им! Мальчишки такие красивые. Бегите скорее к своей вожатой. Потихоньку в зал и будем смотреть на ваши оценки. А жюри пусть попробуют поставить маленькие. Итак, барабанная гро. Не знаю, я бы их поставила в 12-ки. Но так как наши жюри, видимо, голодные, Поэтому первая оценка – 9 баллов. Что в принципе неплохо. Вторая оценка – 9 баллов. 10! 11! 10! Итак, общий итог – 49 баллов. Это меньше на 11, чем 60. Поэтому можно считать, что старт неплохой, Особенно для наших горошин. Просто они еще очень зеленые. Еще раз им аплодисменты. Они зашли в зал. И так сразу же после танцевального выступления, Конечно же, мы ждем пьесу или клип. 9-й отряд приготовил пьесу с каким-то очень странным названием. Что оно обозначает, я не знаю. Поэтому наша задача – смотрите и определяться. 9-й отряд – клип «Ухти-тухти». Встречаем бурными аплодисментами. И вы еще не готовы. Вика? Готовы? Вика упадет. Они еще не готовы, ждут ваших аплодисментов. Ухти-тухти готовы? Ухти-тухти готовы. А вот и главный Ухти-тухти. Вам не знакома эта девочка? Если бы она жила у нас, Ее, наверное, позвали Маша Растеряша. Но ее зовут Люси. Люси – очень хорошая девочка. Только она почему-то всегда теряет свои носовые платочки и свои... И нет, и нет, и нет, и нет. Уже нет. Уже со вчерашнего дня и весь сегодняшний день я ничего не теряю. Ведь я вчера была в гостях у... Ухти-тухти? Ухти-тухти. Вот и были же ладно. Вот и закричал. Кстати, очень громким голосом. Я потеряла платочки. И партой кожи пропал. Мяу. Вот полосатик. Мяу. Скажи-то, их не видел, кот полосатик? Давай их поищем, ладно? Мяу. Не-не-не, а когда? Я тороплюсь вон к той высокой горе Я должен отдать повладить мои белые рукавички По крышам черепичным, по карнизам старых стен В своих белых рукавичках я хожу, как вентильные Нижнелетки и невенты не уважают чистоты Но коты аккуратностью в одежде отличаются коты Подожди, полосатик! Песушка! Может и песушка видела мои лодочки и фарточка? Песушка! Не могу, не могу, я спешу к высокой горе Мне надо отдать стирку чулочки Мне ужасно совестно, стыдно мне хохлатки Из чумочков у меня вырезают дядки Душу лежат, что же делать, а? Скажи мне, взрослый, может ты видела мои лодочки и фарточки, а? Давай поищем! Ах, к сожалению, я весьма занят Я должен лететь вон к той высокой горе За моим новым крахмальным жилетом Деревенский голубь и видит тень И тот заботится о пиле А я выступаю каждый день В плюзовой королевской пиле И ждал, закончу я куплет Как ждет меня несчастье Война в крахмале И жилет А клонится рот на части Почему никто не соглашается с концертной платочки? Люси показалось, что на склоне в траве что-то белеет Не мои это платочки Надо скорее посмотреть Ухти-тукти, ухти-тукти Я лесная прачка Ухти-тукти Я стираю зальцами собачка И мы шаговы кота И не сядут кота Скажите, пожалуйста Вы не видели моих носовых платочков, а? Ну, конечно, видела Конечно Только давай сперва познакомимся, дружок Меня зовут Охти-Токти, и я его умею стирать и красавить, и лёд-ток-ток-ток. Ой, а в доске лежит мой ванночек, ведь это правда мой, да? Что ты, что ты, что ты? Это жилетка Дрозда. Ой, он такой привилегливый. А в день день ему требуется новая жилетка. А здесь чулочки-курочки, пеструшки. Тю-тю-тю, видишь, пятки совсем протёрлись. У-у-у, а тут у меня это белые рукавички, да, шилка, да? Да-да-да, и он тоже большой привилег. У-у-у-у-ух-чух-чух-чух. Ах, батюшки, опять заказчики. А у меня они всё ещё готовы. Кто там? Мухти-Тухти, откройте. Это я, Крот. Входите, входите, дорогой Крот, входите. Готовы моя бархатная курточка. Готов. Выглажено. Берите. Спасибо. Ухти-Тухти, а тут я, белка. Готов в мой розовый халатик. Готов-готов. Бери. Благодарю. И до свидания. Готов-готов. Благодарю мисточку. Хочи щитится кухрик. У-у-у-у-у. Спасибо нашей славной. У-у-у-у. Спасибо нашей славной. Старушки. Ухти-Тухти. Ухти-Тухти. Ну вот, почти все и разобрано. Остались у меня только рубашка зайца, две машинные курточки и платье малиновки. Ух ты, тох ты, придется все это связать в узелок и разнести по домам. А почему они сами не пришли? Ну, наверное, они очень заняты, дружок. Ведь все заняты, правда? Потому я и взялась на стирку. Вот твоя знакомая курица, пеструшка. Она целый день роет землю. Ронит, 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 ищет зерна, чтобы накормить цыплят. А легко ли малиновке прокормить целую семью? Ух ты, тох ты. А бедный крот, землякок, он так устает за день, что ночью не может спать. У него лапки болят. Вот, так что как же мне всеми не помогать? Ну ведь вам, наверное, тоже нелегко. У вас все руки сморщились от стирки. Сморщились? Да, немножко сморщились. Правда, сморщились. Ну ничего, я сейчас справляюсь. С работой меня не жалуюсь. Ух ты, тох ты, вот твои паточки. Я их тоже выстегла и паточек выгладила. Смотри, хорошо? Так, хорошо. Спасибо. А тебе, видно, тоже было некогда, раз ты бросила свои платочки на траве. Чем ты была занята? Я? Да. Я? Ах, работала? Ну да, работала. Конечно, все же работают. И ты работала. Я так сразу и поняла. Ну, ух ты, тох ты. Пойдем, я тебе покажу ближнюю дорогу. Люси перелезла через забор и обернулась, чтобы сказать Ухте-Тухте спасибо и пожелать ей доброй ночи. И вдруг... Нет, вы только подумайте... И вдруг я увидела, что Ухте-Тухте уже повернула назад И спешит по тропинке обратно на гору. Но куда девался Чепчук Ухте-Тухте? Золотые руки наши, ухте-Тухте. Аплодисменты девятому отряду. Молодцы! Ух! Молодцы! Ух! Молодцы! Ух! Молодцы! Осторожно! Осторожно! Девочки! Упал домик. Землетрясение. Что, уже жюри готово? Какое быстрое жюри. И так, и так, и так, и так, и так, и так. Ну что ж, начнем. Первая оценка – 9 баллов. Вторая оценка – 9 баллов. Третья оценка – 10 баллов. 10 баллов. И, наконец, 11 баллов. И снова 49. Я так понимаю, что 49 у нас сегодня будут у всех? Да. Но я думаю, что все-таки найдется тот отряд, который получит от всех членов жюри 12. Найдется? Да! Какой это будет отряд? Не слышала? Я слышала? Ты слышала второй? Если было слышно, второй? Я слышала! Все. Мы говорили, что я не понимаю. Вот пятерочке повезло, они просто показывают. Пятерочку. И все понятно становится. Но пока мы с вами громко кричали, опять же аплодисменты мальчикам из первого отряда. Вы просили второго отряда за помощь малышам. Кстати, в предыдущей постановке вы видели представителя третьего отряда, Широкого Антона Егор. Спасибо. Ну а восьмой отряд нас хочет снова перенести в деревню, потому что, ах, хорошо в деревне летом. Итак, восьмой отряд представляет... А, еще много реквизита? Так, мы сейчас спросим у детей, кто из вас хоть раз был в деревне? Хорошо, тогда другой вопрос, опустите руку. Кто ни разу не был в деревне? Вот я тоже ни разу не была в деревне. Говорят, в деревне здорово, воздух особенный, а еще там очень рано кричат петухи. Это правда? Ну вот, я думаю, что у нас в лагере петухов нет, но у нас очень рано кричат дети. Почему не деревня? Итак, вы хотя бы мне как-то моргните, когда у вас будет реквизит готов. Уже готов? Реквизита больше нет? Итак, восьмой отряд представляет клип «Хорошо в деревне летом». Встречаем бурными аплодисментами! 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 Ля-ля-ля-ля... Ля-ля-ля-ля... Хорошо, где мне жить хорошо, На пробуде встречаюсь сижу. Солнце с крылью за двой, Некурать, включить дом, Хорошо, где мне жить хорошо. Солнце с крылью за двой, Некурать, включить дом, Хорошо, где мне жить хорошо. Ля-ля-ля... Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Гали-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Осторожно отсюда не ограбление наступать, потому что очень может быть больно. Ну, я так посмотрела на детей, практически все похожи на деревенских. Было очень похоже, но по крайней мере я теперь точно должна была попасть в деревню, чтобы узнать, действительно ли там хорошо. Вот есть у нас одна цифра, агробатка. Я так и не понимаю, как ее читать. Так или так? Ага. То есть я должна посчитать. Понятно. Итак, первая оценка. Ой, что-то, по-моему, жюри вообще какие-то сердитые сегодня. Итак, первая оценка. Семь баллов. Вторая, восемь баллов. Третья, восемь баллов. Молодцы, дети. Девять баллов. Ну да, по сравнению с семью, конечно, лучше. Девять баллов. И лучше бы у всех было сорок девять. Итак, сорок один балл общий результат. Итак, хорошо в деревне Редом. Аплодисменты еще раз. Вы же бы десятый у нас не аплодируют, а? Итак, в деревне Редом хорошо. А у нас в лагере еще лучше. Особенно, когда дети танцуют на сцене. Итак, следующим на сцену выходит седьмой отряд. Седьмой. Вот они вышли. И они хотят обратиться с лозунгом, который я не могу перевести. Может, вы мне поможете. Седьмой отряд танец называется «Стоп пипл». Стоп пипл. Стоп пипл. Остановитесь. Люди. Люди. А почему они должны остановиться, мы сейчас посмотрим. Итак, седьмой отряд танец «Стоп пипл». Бурные аплодисменты! Бурные аплодисменты! Нам нечто сказать, это самые главные, ведь дети могут любить. Как ставим все точки, откроем замочки на сердце, Ведь мы не знаем, что такое страх. Мы к сердцу летим все, решим и стремимся в некуда. А ты послышишь себя, слышишь, что ты как-то стараешься. Стоп пипл. Стоп пипл. А-а-а-а-а. Они они не из-за него целых мир. Стоп пупл. Стоп пипл. Стоп пипл. Э-э-это твоя жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И так, кто из вас титов? Титов есть Петров, есть Казаков, есть и Максимов, есть. Так называется титов. Могу прочесть. 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 Аплодисменты. Молодцы! Могу прочесть. 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 Могу writers. Могу прочесть. Могу прочесть. Могу прочесть. Могу прочесть. Могу прочесть. В Отрядной. На линейке. Дружкин Вася вдруг встает. Говорит. Борис Кобейкин мне рюкзак не отдает. Не отдает. Не отдает. Не отдает! Тут крепеньки руку поднял, AT existение морёт. Опускаю самое сначала, я, фонарик, мой вернёт! Мой фонарик, мой фонарик, мой фонарик, мой фонарик, тьфу ж он горнет. Я вернул фонарик, честно, но зачем он просто так Не отправил мой смс-ку, написал, что я дурак. Ты дурак, я дурак, ты дурак, я дурак, но это не так. А чего меня он дразнит? Говорят, что я кощей. У него похожие разве? Он все раз меня кощей. Целых сто! Целых сто! Целых сто! Целых сто! Целых сто! И даже высот. Я вернить его не стал. Виноватым был сам он. Первым меня назвал. Гиппапапатамом. Значит, я такой. Я бегемот. Ты бегемот. Я бегемот. Я бегемот. За что? Обижаете? Ну и что? А он такой. Утром бегал за тревогой. Посмотрите, что ты гипп. Он приказывал банкет. Беган земли в банке. Банки и шестянки. И никто не понимал. И никто не понимал. Это пёс и сигнал. Это сигнал. Это сигнал. Это сигнал. И поэтому мы слагер. И поэтому мы слагер. И поэтому мы слагер. Друг покинул кинозал. А он вчера испортил книжку. А он вчера разбил стакан. А он вчера избил мальчишку. А он так пущет. Мыха, а он, а он, а он, а он, а он, по ниночку. Влюблём. Это всё ложь. Ты Марину не трожь. Тут поднялся воспитатель и сказал им. Перестаньте. Оба я беды. Вы просто надоело слушать вас. Стыд и срам покиньте нас. Стыд и срам. Стыд и срам. Стыд и срам вам. Наш рассказ про Борю с Васей Всем давно, конечно, ясен. Да. Да, 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 да. Пусть таких у вас в отряде В вашем собственном отряде Пусть таких у вас в отряде Не найдётся никогда Ни таких у нас в отряде В нашем собственном отряде Ни таких у нас в отряде Не найдётся никогда И этих у нас в отряде не найдётся никогда. Второй, третий отряд. Ну-ка, погрешали. Молодцы. Молодцы. Между прочим, дети были очень артистичные. И я хочу вам сказать, что... Ах, черт, не получилось. Итак, первая церковь. Одиннадцать. Вот люблю я, шестой отряд. Они всегда так здорово реагируют на свои победы, на чужие. Да, и вот сразу было видно, что они уже пришли. Одиннадцать. Двенадцать. 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 Ну что, пока победители, пока победители, ещё не удалось этого сделать. А нет, на прошлом, в прошлом конкурсе были четыре двенадцатки. Были, да. Но, по крайней мере, за сегодняшний день это прорыв. Аплодисменты ещё раз шестому. А на сцену выходит пятый отряд. И пятый отряд никак не мог коснуться другой темы. Потому что у одного воспитателя пятого отряда муж депутат. Совета депутатов. Поэтому и клип у них называется «Я люблю свою родину». Встречаем пятый отряд! И сапоги красные. АПЛОДИСМЕНТЫ И сапоги красные. Все люди, братья, вы замечали, насколько мы похожи? Из разных стран, поколений, но все мы говорим на разных языках одними фразами. Не хочу в школу, хочу в лагерь, арте, орленок, орбиту. Хочу айфон, люблю мамочку, мечтаю быть счастливым. Люблю свою родину. Я люблю свою родину, вроде бы, хоть порою искал и другой судьбы, Но на север, юг, сапог и восток никогда не делил я страну в протос. Я люблю свою родину, вроде бы, мой прапрадед рабом в Мазамике был. И штаны носить у меня в семье стало принято в семьдесятые. Я люблю свою родину, вроде бы, вот отсюда давай поподробнее. Да я не помочь, нам это облега, но так ведь моя родина Африка. Сидя в зале не думаешь, что же ты, что вся ваша одежда и гаджеты. Все до одного произведены населением только одной страны. Я люблю свою родину, вроде бы, я китайцем, корейцем, японцем был. И казахом был, и вино забыл, только корни тувинские не забыл. Я люблю свою родину, вроде бы, тот район мы находим по родинке. Догадались вы, уже видимо, что зовут нашу родину и не я. Ходят слухи, что целый мир сутками, занимая все целыми сутками. Это все вранье и стереотип, иногда мы едим и немного спим. Я республику Кула очень люблю. Как же не любить храбрую страну? Ведь у нас стоит русский автобаз. Я люблю свою родину, Пакистан, ну а я обожаю Азербайджан. Ну а я прощу, ведь смеяться жрят, ведь моя родина Гантурас. Широка мною любимая родина подарила Есенина, Пушкина. Непонятно всем, это очень важно, что не вон подарил Есенина. Я люблю, потому что родился здесь. Я за то, что здесь в Великвении есть. Я люблю за нефть, я люблю за газ. Я люблю, потому что не Гантурас. Я люблю нашу общую родину, Хотя здесь в Великвении есть. Но ладно, что ты носишь, А сразу сердце, чтобы не ощущать боль, как за всем. Я люблю нашу общую родину, Небольшую, но просто огромную. Дай я страну, может, не любить, Мужку всех нас сумела объединить. Ну а что для нас, Родина? Как понять, безразличная мачеха или мать? Может, стоит нам споры отложить? Просто хочется в мире спокойно жить. Аплодисменты! Молодцы! Очень патриотичные. У вас нет там давалочки баллов за патриотизм? Доп-критери предупреждать надо. А вот в первой смене был этот флаг. Вам ничего не напомню? Да-да-да, это был Маулли. Совершенно верно. Ну что, у нас готовы баллы? Баллы. Итак, есть баллы готовы. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим барабанное голуби. Итак, первая оценка. Девять! Десять! 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 Одиннадцать! Общее количество пятьдесят баллов в аплодисменты пятого отряда. Это что за аплодисменты были пятого отряда? Может быть, некоторые из детей впервые услышали слово «Гондурас»? А мы двигаемся дальше. И на сцене четвертый отряд. Четвертый отряд сегодня танцует. Танец под названием «Я остаюсь». Встречаем бурными аплодисментами! Зал поддерживает, поддерживает зал! Мallоний пау! «Я остаюсь»! «Я ищи», «Я убранное hal late океан俺 я». «Я ищи»! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Зал вас не слышно? Субтитры делал DimaTorzok 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 А, это чей-то дедушка приехал на своей машинке ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Итак, первая оценка ДЕСЯТЬ 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 Вторая оценка ДЕСЯТЬ Одиннадцать Одиннадцать ДЕСЯТЬ 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 Есть все-таки в жюри добрые люди. Давайте аплодисментами его вычислим. Это, наверное, Павел Иванович. Он очень добрый. Нет, Павел Иванович? Значит, у нас в жюри есть еще добрые. Тогда давайте аплодисментами поддержим всех членов жюри, чтобы они все были добрые. ДЕСЯТЬ 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 Так, что-то здесь у нас подготовка. На сцену сейчас выйдет третий отряд. Третий отряд сегодня представляет пьесу. Пьеса, которая называется очень интересная. Одно слово понимаем, второе нет. Но так как написано с большой буквы, значит имя собственное. А если просто название, он не просто поэтому с большой буквы. Итак, пьеса называется «Шайдула лентяй». Встречаем бурными аплодисментами. Это были бурные аплодисменты? ГОЛОУ ГОЛОУ Пригибай! Субтитры делал DimaTorzok 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 А куда ты знаешь моё имя? Голова твоя да умножится во сто крат. На то я и мудрец, чтобы всё знать и уметь. Ты больше ни о чём меня не хочешь спросить? Рассказал Шейдула, а просьба? Волка, рыбы и дерево. У рыбы застрял в горле алмаз. Когда вынут из горла её камень, тогда она и выздоровеет. Под яблоней зарыт большой кувшин с серебром. Когда выруют этот кувшин, тогда и начнут на ней зреть яблочки. А волку, чтобы избавиться от хвори, нужно проглотить первого лентяя, который ему попадётся. А как же я? Как мне стать богатым? Твоя просьба уже исполнена. Ступай! Побежал Шейдула обратно. Ну что, узнал? Узнал. Надо, чтобы из-под твоих корней вырыли большой кувшин с серебром. Тогда что вам будут тратить на тебе яблоки? Так вырозишь поскорее этот кувшин. Это и тебе на пользу пойдёт, разбогатееешь. Нет, мне не охота. Мудрец сказал, что у меня и без того всё убедит. Ну говори же. Когда выйдут у тебя из горла алмаз, тогда и поправишься. Так вынь же, вынь же этот алмаз. И меня спасёшь, и сам разбогатееешь. Ну нет, ну я и без того покорства. Тауну, тауну. Зачем тебе трудиться, а? О, мокро! Здравствуй, здравствуй, добрый человек. Лети, Ленин, рассказывай. А, тебе надо съесть первого лентяя, который тебе попадётся. Да, сразу выздорови. Всё, пока. А зачем мне теперь искать такого лентяя? Он сам пришёл. Нет никого на свете, они не видят тебя. Ля-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. С тех пор Чайдулу больше никто не видел. А мы с дельниками и лентяями встречаются по сей день. Аплодисменты третьему отряду! Молодцы! 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 Душно! Поэтому, наверное, дети так плохо и аплодируют. И причина в другом. У нас осталось всего два выступления, поэтому те, кто у нас выступают в самом конце, искаются меньше всего аплодисментов. Покажите, пожалуйста, что все должны получить одинаковое количество аплодисментов. Итак, первая оценка. Третья оценка — восемь. Третья оценка — восемь. Третья оценка — десять. Четвертая оценка — восемь. Пятая оценка — восемь. Пятая оценка — восемь. Общее количество — 46 баллов. Шайду Агентяй, 46 баллов, аплодисменты. Итак, у нас снова появились декорации. Видимо, что-то будет происходить в саду. Ну, давайте посмотрим, что будет происходить в саду. В саду будет происходить клип. Второй отряд приготовил клип, который называется «Очень интересно». «Когда исчезает фантазия». Я думаю, это не про нас. Итак, встречаем горными аплодисментами клип второго отряда «Когда исчезает фантазия». Наша королева умирает. А вместе с ней и весь наш мир Нам нужен кто-то, кто отправится в далекую долину Оракула И узнает, как всех нас спасти Я готов отправиться Эй, пацан, сюда идти Эй, пацан, сюда идти Спасибо, спасибо, а что это было? Это был монстр, порождение ничто Их много появилось в последнее время Они уничтожают наш мир Здесь так страшно Я хочу домой Я иду в долину Оракула Пойдем со мной, Оракул тебе поможет 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оставь меня, иди дальше сам Я не верю, что ты погибнешь Если не веришь в себя, поверь в меня Вы прошли все испытания, и каждый может задать мне один вопрос Как помочь королеве? Поможет гость из другого мира Как мне попасть домой? Проявить фантазию Как найти гостя? Он среди вас Ну вот и все Я повелительница ничто Чтобы разрушить этот мир Мне нужно уничтожить его спасителя И теперь я нашла его Спаси наш мир Прояви фантазию Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 второму отряду Второй отряд убирает все на сцене Потому что они молодцы И декорации, которые будут мешать выступлению следующих отрядов Надо убрать со сцены В зале командира второго Еще раз говорю, что они молодцы Молодцы! Молодцы! Громче! Молодцы! 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 Огурцы! Итак, второй отряд Оценки Первая оценка Одиннадцать! 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 Двенадцать! 12. Общий топ 57. Да что же это такое? Вот там брёвна и всякие лавочки с заборами нам не помешают. Итак, приберём на сцене, потому что здесь очень-очень много мусора. Потому что у нас осталось одно выступление. Почему думаете, что это раскрыли? Потому что дети самые крупные. А почему они крупные? Потому что самые взрослые. А взрослые из какого отряда? Из первого! А вы любите первый отряд? Да! А кто больше всех любит? Ну, если любите, тогда наслаждайтесь их выступлением. На сцене первый отряд. Наикрасивейшее! Мелодия! Наикрасивейшие движения! Наикрасивейшие дети! А может быть, это любовь? Итак, первый отряд танцует. И танец называется очень просто. Любовь! Встречаем горными аплодисментами! Дорогая бирля! «Посяк!» Встречаем горными аплодисментами! А может быть, это будет речь? Встречаем горными аплодисментами! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...